Привет дорогие друзья! Как собираются захватывать Крым? Как собираются подходить к Крыму? Как собираются вынуждать Москву к переговорам, унизительным переговорам? Давайте я вам расскажу. То есть все вырисовывается сейчас достаточно четко. Западная пресса в последнее время начала ныть особенно сильно о том, что зачем вы распыляете силы, надо идти одним единым кулаком, короче, бить по направлению Крыму. Потому что Крым это альфа и омега. Крым это главное. Крым это то яйцо, в котором игла или дракона, короче, в общем, Крым это пипец. На самом деле Крым важнее, чем Москва, потому что к Москве-то вы не подойдете, это понятно. А вот Крыму можно. Крым это символ Путина. Захватив его практически без единого выстрела, он показал свою силу, показал унижение Запада. И потерять Крым для Путина смерти подобно. Это такой удар, после которого рейтинг может безнадежно обвалиться. И вот сейчас появляются новости, я их вижу в ленте, о том, что на юге прорвана первая линия Суровикина. Суровикина уже не упоминают, но линию Суровикина, говорят, еще называют зубы дракона. Мол, уже прорвали и теперь дело будет за малым прорвать вторую. А она, мол, возводилась, эта линия обороны, уже с меньшими усилиями, чем первая. На самом деле, все, конечно, не так просто. Этих линий несколько. Завоевания пока локальные, в районе Работяное и Вербового. Ни к одному из крупных городов на юге в Су еще не подошли. Как их брать, еще непонятно. Чтобы говорить сейчас о серьезном успехе, необходимо как минимум расширить этот прорыв километров до 15. Иначе тогда слангов будут бить, а возможен и котел. После чего надо перебросить большое количество техники в надежде вызвать панику среди россиян и, может быть, отступление к следующей линии. Которая, как надеются, подготовлена менее хорошо, чем первая. Я даже сегодня читал цифры, там потратили столько-то, а на вторую, на создание второй линии, потратили 20% от времени, которое потратили на создание первой линии. Поэтому, типа, вторая линия будет прорвана проще. Главный освободитель Крыма Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе, заявил в начале июля, когда было понятно уже, что Блицкрига не получилось из контрнаступления. Он допускал, что ВСУ зайдут в Крым до осени, если им предоставят ракеты Атакамс и истребители F-16. Он делал вид, конечно же, он генерал, он не может не знать, что F-16 не предоставляют просто так, что для F-16 нужна инфраструктура, что для F-16 необходимы пилоты. Но, тем не менее, он говорил, если вот это будет, то как бы все, у них все получится. Крым, по словам Ходжеса, должен быть изолирован. Пока Россия контролирует его, восстановить украинскую экономику будет сложно, потому что РФ постоянно наносит удары по Одессе, Херсону и Николаеву. Даже освобожденные порты Бердянской и Мариуполь будут бесполезны, потому что Россия продолжит блокировать Азовское море. А вот если разрушить Керченский мост, тогда ситуация резко изменится. Это изменит правила игры с помощью достаточного количества дальнобойного оружия, можно сделать его непригодным для действий российских ВМФ и ВВС. Именно поэтому контрнаступление и идет на юг, а не на восток. Прежде чем достичь Крыма, нужно перерезать сухопутный коридор. Для этого необходимо освободить логистические узлы Токмак и Мелитополь. Ситуацию могут изменить в достаточном количестве Хаймерс, кассетные боеприпасы, которые затруднят логистику противника, затруднят доставку вооружений и так далее. Вот идея понятна. Но есть одно но, и этого но опасаются на Западе также многие чиновники. Они опасаются ядерной эскалации. Даже госсекретарь Энтони Блинкин называл Крым красной линией, нарушение которой может спровоцировать Россию на очень жесткую реакцию. Ну, понятно, что до этого момента мы исключительно видели посты Дмитрия Медведева, Грозная в Телеграм. Ну и там МИД что-то грозил и так далее. Но на самом деле на Западе опасаются этого. Они знают, чем является Крым для Путина. Недавно мы обратили внимание на слова Зеленского о том, что в случае выхода к Крыму могут быть начаты переговоры. Он периодически возвращается к теме дипломатического пути деоккупации. Мы понимаем, что это значит. Мы понимаем, как будет выглядеть выход к Крыму и как будет выглядеть поход на переговоры с российской стороны. Война будет казаться практически выигранной. Россиянам некуда будет деваться с Крым, они будут уходить на паромах, эти паромы будут топить. Как это представляется? В той же голове Зеленского, к примеру. И тогда Россия будет вынуждена пойти на переговоры. То есть Крым является сейчас основным рычагом. Крым это, я же говорю, альфа и омега всего. Зеленский сейчас по сути пытается навязать диалог, который станет ответкой за унижение, которое было на белорусских переговорах. Как бы там потом не рассказывали, мы были в кепках, чтобы там показать свое неуважение и так далее. Готовы были пойти на подписание практически любых документов, включая заморозку вопроса Крыма на 15 лет, что является ну просто уже провалом полным. Это был момент слабости. Зеленский хочет реванша. Условия, которые будет выдвигать Киев на подступах к Крыму, Путин никогда не примет. Несмотря на свою любовь к власти, нежелание расставаться с жизнью и так далее, Путин никогда не примет эти условия. И это понятно. Что же тогда произойдет? Можно тогда надеяться на то, что военные сами не дожидаясь отмашки из Кремля начнут бегство. Но если не начнут, что произошло и в случае с контрнаступлением, потому что расчет на то, что они начнут бежать, как бежали из Харьковской области, это 80% контрнаступления, я думаю, устроилось именно на этом. Но не получилось. Как будет проходить эта операция? Контуры ее были видны уже в последние недели. Это удары дальнобойными ракетами по военным базам, аэродромам, кораблям Черноморского флота, Нептунами, если их произвели достаточное количество, Шторм Шэдоу, Скальп, который в последнее время почти не видно, кстати. Это налеты дронов, как бобров, так и картонных дронов. Не случайно ими пробуют уже ударить даже по глубокому тылу. Это десант с моря, как из Черного, так и из Азовского, если удастся дойти до его побережья. ВСУ уже провели ряд успешных форсирований Днепра. Им в этом мешает авиация и артиллерия. Но без потока снарядов, как в Крыму не могут бесконечно отбиваться от воздушных атак без хорошей логистики снарядной, так и ни в Крыму не смогут отбиваться, не получая достаточное количество этих самых снарядов. В случае нейтрализации аэродромов противопоставить что-либо десанту украинскому будет достаточно сложно или невозможно. Плюс, смотрите, вооруженные силы Российской Федерации вытесняются с левого берега Херсона. И это позволяет открывать новые возможности, перебрасывать свежие силы не из-под Одессы, к примеру, а из-под Железного порта. Основной задачей для украинских сил будет зайти в тыл с северной части полуострова, чтобы окружить имеющиеся там войска и разблокировать дорогу для украинских сил, которые будут наступать из освобожденного к тому времени Мелитополя. Останется лишь взять под контроль южное побережье. Во Вторую мировую оборона Севастополя продолжалась 250 дней, но тогда и вооружение было другое. Справедливости ради, не все эксперты, отставные военные согласны с этой стратегией, к которой Украину склоняют партнеры. Всех наработено. Потому что у всей этой истории, которую я рассказал выше, есть один серьезный нюанс. Россияне знают, что планирует ВСУ. Для россиян не является секретом то, как будет развиваться эта ситуация, как будет развиваться это наступление. Россияне знают все, буквально во многом благодаря болтливым украинским военачальникам и представителям власти, которые с самого начала этого не скрывали. Россияне знают, как будут идти в ВСУ. И могут воспользоваться этим. Потому что если все силы будут на одном участке сконцентрированы, то их проще разбить. И если их разобьют, тогда россияне, конечно же, воспользуются брешью. Поэтому провалившаяся тактика Офиса Президента распылять силы по всему участку фронта, по всем участкам, и вынуждать русских распылять так силы, вполне возможно сейчас выглядит даже более адекватно, чем сосредоточить все силы. Сейчас сосредоточить все силы. Если это надо было делать, то это надо было делать два месяца назад. А сейчас поздно. Во-первых, и всех сил нету. И мы видим, как происходит мобилизация. Что-то уже похоже на просто, как забирают в рабство, где-то там отлавливают на острове. Ну, это ужасающие кадры. И плюс, для этого необходимо огромное количество вооружений. А сейчас, судя по всему, европейские партнеры начали держать на голодном пайке. Шторм шедоу не очень. Немцы отказываются давать свои ракеты. Если до сезона дождей не будет выхода к полуострову, у российской федерации появится большая пауза. И они укрепят свои рубежи. А в прошлый раз такая пауза позволила им накидать до пяти мин на квадратный метр. Конечно, мы забегаем далеко наперед. И, возможно, не мы забегаем, но это забегает командование, возможно. Потому что выход Крыму будет минимум, если он будет. Минимум он будет следующей весной. Россияне положили на взятие Бахмута, который брали 9 месяцев, десятки тысяч жизней вагнеров. Сколько жизней понадобится для того, чтобы взять Токмак, Мелитополь, которые сравнимы по масштабам с Бахмутом. Поэтому сейчас вся надежда вот этой вот суперспецоперации на то, что русские побегут. Другого нет. Это действительно 80% составляющая, что они побегут. Они оставляют. Мелитополь, это разрывает сухопутный коридор. А если не побегут? А если на поступок к Крыму, там есть узкие участки, где будет плохо для ВСУ? Много есть если. Именно поэтому, скорее всего, и звучат публичные, странные публичные угрозы убираться по добру, по здорову от Зеленского и так далее. Мол, уходите сами. Потому что, возможно, в командовании Украины оценивают силы. И это сказывается сейчас на всем. И на мобилизации. Вот на том, как мы это видим. И на заявлениях уже на львовском телевидении звучит заявление, что надо убивать уклонистов. Ну, типа расстреливать уклонистов. И они цитируют Троцкого на львовском телевидении, на секундочку. Задуманное требует огромного количества жертв. И будет огромное количество жертв с обеих сторон. Но кого из президентов это когда останавливало? Я вижу план по принуждению Российской Федерации к переговорам именно таким. Посмотрим. Пока.